Меня зовут Гуна Зариня, я участвую в фильме, играя там, играя следователя, который разбирается вот в этом убийстве, которое совершает главные герои. Я училась в Петербурге, поэтому Россия для меня не новость. Я очень рада, что я попала в этот проект, что Кирилл меня пригласил. Сначала можно сказать, что меня напугало это все очень сильно, потому что Кирилл изначально, как бы Кирилл на первой встрече говорил, что в Гуна ты должна будешь играть рок, как бы богиню возмездия, что-то такое очень, как бы с первого взгляда показалось. Это очень абстрактно и очень как-то так эпохально, что ли, как-то так. А во время съемок, конечно, это все как-то очень очеловечилось и стало очень, может быть, даже слишком как-то женственным, на мой взгляд. Я только что посмотрела фильм, поэтому я как бы еще не в силах как-то все это сложить в голове и вообще ответить. Но да, по-моему, эта история все-таки в конце там никакая не богиня, а просто женщина, которая, как бы, может быть, впервые в жизни сталкивается с чем-то таким, что она не знала до этого. С чем-то таким, который для нее какой-то новый мир, мир, в который она, может быть, хотела бы попасть, но почему-то не попадала до сих пор. Очень приятно. Это все было очень интересно и очень поучительно, потому что Франциска, например, актриса киноактриса, мы с Дэном театральные актеры, и это очень полезно, как бы, этот опыт очень. Но, в общем-то, это было очень для меня лично. Я понимаю, что у главных героев это было намного мучительнее и так далее, но мы с Кириллом очень, по-моему, хорошо друг друга поняли. И это было мучительно в какой-то мере, но при этом интересно и действительно такой хороший опыт. Ну, это такая кухня актерская, которая все-таки в театре. Мой партнер – это партнер, это всегда живой партнер, за которого я могу цепиться. И, в принципе, я и в кино тоже самое делаю, и, может быть, это не совсем правильно, потому что в кино все-таки есть эта специфика, когда камера, 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 камера. И я пока еще, по-моему, не очень умею распределять свои силы, то есть на несколько дублей, на несколько планов, все такое. Во-первых, что меня в какой-то мере удивило, это то, что Кирилл очень доверяется актеру. И это такая вещь, которая тебя сразу, как бы, с одной стороны освобождает, а с другой стороны, это понятно, что на тебе накладывается очень большая ответственность. Но при этом он очень простой и очень, как-то мы очень человеческие, хорошо общались. И как-то очень друг друга, не то что оплодотворяли идеи, но то есть вместе как-то вот. Вот я что-то предлагаю, он тут же это наращивает, и какая-то такая действительно совместная работа. И это очень важное ощущение для актера, когда он не пешка там в этой игре, а когда ты чувствуешь, что ты как-то действительно влияешь на этот рассказ. И на самом-то деле мой образ действительно очень-очень, не очень-очень, достаточно далеко ушел от того, что было в сценарии. Может быть, там не по текстам, но по каким-то ощущениям и по... Да, мы пошли дальше. Не с Россией, я тогда скорее могу сказать с Москвой. Все-таки это, конечно, это масштаб. Это сразу то, что ты понимаешь, что ты попал в очень большое место. И, конечно, для человека, который приехал из страны, в которой живет 2 миллиона, в этом есть что-то пугающее. По-моему, очень хорошо сказал Андрей. Я не уверен, что этот фильм как бы задержит людей изменять. Я в это не верю. Но... А может быть, зря. Я сама такой достаточно... Не достаточно, я такой верный человек, в общем-то. И поэтому... Но понять, что измена, это на самом-то деле очень близко, что мы все время на этой границе, и что действительно в каждом из нас сидит очень темные силы. И как с ними бороться, может быть, про это. И какие есть решения. Вот, да, какие решения мы принимаем, потому что всегда есть выбор. И... Да, все-таки я про гуманность. Я за 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 гуманность.